МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся жизнь в цветах. Сегодня в Барновле прошел городской конкурс на лучшего флориста. Итак, у алтайских производителей станет больше возможностей для получения знака качества на свою продукцию. Вырастет и поддержка в плане продвижения товаров на внутреннем и зарубежном рынках. Сегодня Роскачество и правительство края подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили губернатор региона Виктор Томенко и руководитель Роскачества Максим Протасов. Как отметил Виктор Томенко, в крае сейчас работают полторы тысячи предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 13 фармацевтических, 70 промышленных, почти 9 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающего производства. Теперь же у каждого из них есть возможность доказать, что они выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию. Некоторые это уже сделали и получили знак качества некоммерческой российской организации, которую финансирует исключительно государство. Таким знаком уже отмечена алтайская мука «Алейка» и гречка предприятия «Гудвилл». Сегодня знак качества, который ставится на тот или иной продукт, на тот или иной товар, это гарантия и качество, которые дает фактически государство. Это государственная гарантия. Поэтому это очень важно и это о многом говорит. Подобные соглашения подписаны уже с 30 российскими регионами. Кстати, продукция нашего края в рейтинге лучших. По словам руководителя Роскачества, она занимает очень достойное место. Ни в одном товаре из Алтая мы не нашли нарушений безопасности или нарушений заявленного гостя. Это достаточно уникальная ситуация для страны. Я имею в виду и продукты питания, и товары легкой промышленности, потому что вы знаете, что Роскачество исследует всю корзину. Сегодня знак качества и, соответственно, признание на российском рынке получили два алтайских предприятия «Алтайхолод» замороженное и «Барнаульский молочный комбинат» за сливочное масло. Представители 40 компаний из разных уголков планеты собрались на международной выставке «Агроэкспо Сибирь», которая стартовала сегодня в Барнауле. Российские и зарубежные производители сельхозтехники и агрооборудования представили новейшие разработки своей отрасли. К слову, на этой же площадке открылась и межрегиональная кулинарная выставка «Пекари-кондитер». Подробнее об этом в репортаже Валентина Аскеровой. Круассаны на любой вкус, роскошные караваи, а также куличи в виде животных и представителей морских глубин. Кулинарных фантазий хоть отбавляй. Хозяюшки из разных регионов Сибири привезли на выставку свои лучшие шедевры. Так пекари из Троицкого района признались, что рецепт самого вкусного хлеба очень прост. Дрожжи, мука, соль, вода и любовь. Делается на заварке, на жидких дрожжах. Все это долго настаивается, все это выбраживается. И вот такой присущий аромат, он не даст, когда используешь быстрые улучшители, такого аромата не будет. Кстати, мастерицы из Троицкого района захватили на выставку свой талисман. Эту хлебную пару испекли специально к межрегиональной выставке. Зовут ее Леонид и Марина. В честь супружеской пары, которая уже на протяжении 10 лет занимается пекарским мастерством. Каждая деталь здесь выпекалась отдельно. В результате получился настоящий хлебный экспонат, от которого нельзя отвести глаз. Полюбоваться чудными экспонатами, а также попробовать ароматные хлебобулочные изделия мог любой желающий. Хлеб натуральный, мы перепробовали все сорта, там каких только нет. Кокусовый вкусный? Ой, они все вкусные. И с семечками всевозможными, и с курагой, и в общем, всякие-всякие-всякие. Выставка «Пекарь-кондитеры» проходит уже в третий раз. География участников, как всегда, широка. На одной площадке кондитеры из Кемерово, Красноярска, Новосибирска и, конечно, нашего края. Организаторы говорят, главная цель не только показать товар лицом и привлечь покупателя, но и наладить деловые контакты с немецкими производителями. По их словам, межнациональное сотрудничество в разы повысит качество хлебобулочных изделий. Предполагается поездка в Германию, и у них что же есть, гильдия пекарей Германии, она довольно развитая. Мы будем производить обмен специалистами, наши специалисты будут ездить туда учиться, и мы будем приглашать немецких специалистов для того, чтобы они здесь проводили мастер-классы. А выставка аграрной техники «Агроэкспо-Сибирь» в Алтайском крае проходит впервые за шесть лет с момента ее существования. Компании из России, Дании, Германии и Великобритании представили местным фермерам мировые новинки сельхозтехники. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. К другим темам. Автомойку «Формула-22» на Демидовской площади демонтируют. Об этом сегодня заявили на заседании арбитражного суда. Напомним, в середине октября в исторической части города открылась автомойка, которая еще на этапе строительства вызвала негодование у городской администрации и общественности. В комитете по строительству настаивали, что автомойка не вписывается в архитектурный ансамбль Демидовской площади. А Мария заявила, что хозяин автомойки Евгений Чертов не согласовал с ней проект. Две недели назад на первом заседании сторона защиты яро отстаивала законность постройки, добавляя, что в старой части Барнаула автомойок недостаточно. Но сегодня адвокат Евгения Чертова сделал неожиданное заявление. 29 октября 2018 года между предпринимателем Ракшином Александром Федоровичем и предпринимателем Чертовым Евгением Николаевичем было подписано соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. Индивидуальный предприниматель Чертов берет на себя обязательство в течение 21 дня демонтировать временное сооружение, автомойочный комплекс. В связи с этим судебное разбирательство было отложено на 23 ноября. По мнению сторон, если владелец до этого времени демонтирует постройку, предмета спора больше не будет. Какое жилье нужно Барнаулу? На этот вопрос сегодня в ходе круглого стола пытались ответить застройщики, риэлторы, представители банковских структур, бизнеса и власти. Где хотят жить люди и что им могут реально предложить в нашем видеосюжете. Рынок недвижимости вышел из кризиса. Об этом говорят практически все. Горожане активно берут ипотеку. Многие уже хотят не просто дома и квартиры, а жилье повышенной комфортности. Причем не только в самом застраиваемом индустриальном районе Барнаула, но и в центре города. Между тем, застройщики в этом смысле предложениями уже не балуют. Сейчас они вынуждены решать свои проблемы. Как работать в рамках отмены долевого строительства и в соответствии с новым генпланом города, по которому застраивать предлагают 15 территорий. Все в основном эти территории, они касаются застройки ранее застроенных территорий. Но при этом какой-то нормативной базы, как выкупать или скупать земельные участки, или расселять оттуда граждан, чтобы там не было заоблачных цифр, вот этого механизма на сегодняшний нет. Кстати, у многих застройщиков этот факт, подчеркнул представитель депутатского корпуса края. При строительстве жилья не продуманы инфраструктура, парковки и не только. Все должно работать в скупе. То есть, если заходят застройщики, я так думаю, что социальное движение должно не опаздывать. Параллельно должны строиться и садики, и школы, и дороги. Аганов также отметил, что закон об отмене долевого строительства – это большой минус и для рядовых горожан, и для застройщиков. Хотя есть и плюс. По мнению представителя крупнейшего агентства недвижимости, через пару лет может вырасти спрос на малоэтажное жилье. Пока застройщики не очень жалуют этот сектор, но именно там можно получить живые деньги. А еще говоря о перспективе спроса, Геннадий Малков заметил, что она туманна. Необходимо специальное исследование рынка. Мы сейчас как бы говорим о том, что вот сегодня потребность вот такая. А что будет через два года, никто не знает. Какая будет демографическая ситуация, кто будет подъезжать, кто будет отъезжать, какие семьи, какие потребности. Необходимость такой информации озвучили и представители банковской сферы. Кстати, по данным ученых, в последнее время студенты, которые приезжают из ближнего зарубежья, впоследствии получают гражданство и приобретают недвижимость. А потому жилье Барнауле необходимо разное, не только элитное. Выигрыши будет тот застройщик и тот риэлтор, подчеркнули присутствующие, которые будут продавать проработанные и разноплановые комплексы и квартиры. И не только в самом Барнауле, но и в его агломерации, на Валтайске и Первомайском районе. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня жители края чтут память жертв политических репрессий. В честь скорбного дня Государственный архив региона организовал тематическую выставку. В ходе следствия обнаружены все желающие могли ознакомиться с архивными документами политических преступников. На выставке представлено свыше ста подлинных экспонатов. Особо выделим раздел «Доказательства вины». Там календари с фотографиями врагов народа, книги, брошюры. Как рассказали специалисты архива, все эти вещдоки лишь косвенно указывали на вину подозреваемых. Но данный факт в годы репрессий не имел никакого значения. Из прочих документов – личные дела обвиняемых, служебные удостоверения, почетные грамоты, фотографии. Есть и уникальные подлинники, например, свидетельства участника особой экспедиции на остров Врангеля. Документ принадлежал Ивану Сафонову, который обвинялся во вредительской деятельности. И сам документ представляет собой большую ценность, потому что, как мы знаем, что в настоящее время на острове Врангеля имеются притязания как со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Канады и, соответственно, со стороны Российской Федерации. Отметим, большую часть исторических документов рассекретили в последние годы. Никто не забыт и ничто не забыто. Алтайский край присоединился сразу к трем масштабным федеральным проектам патриотической направленности. Их презентация прошла сегодня в правительстве региона. В ней приняли участие эксперты из Москвы, в частности, руководство Бессмертного полка России. С нашей стороны были представители общественных организаций и добровольцы-поисковики. Один из представленных федеральных проектов – «Дорога к обелиску». Его задача – привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, поиску новых имен героев войн. Вторая общественная инициатива «Герои России», какими их не видел никто – это фотопроект, запечатлевший участников вооруженных конфликтов разных лет. Один из новейших проектов «Моя история». Добровольцы и профессиональные историки помогают простым гражданам искать сведения о погибших и пропавших без вести предках, участниках Великой Отечественной войны. Не смогут помочь понять, в какой архив нужно обратиться, потому что у нас достаточно сложная система архивов в стране, есть и государственные архивы, есть огромное количество частных архивов. Поэтому с чего начать, куда пойти, как пойти, что при себе иметь, какую заявку оформить, а что делать, если там мы получили отрицательный ответ и так далее. Участники отметили, что добровольческое движение на Алтай – одно из самых сильных в России. Подключение к масштабным программам раскроет перед нашими поисковиками большие возможности, включит их в глобальную систему волонтерских движений. Первые шаги на этом пути сделаны. Уже 31 октября в Барнауле откроется ресурсный волонтерский центр, который объединит более 200 добровольцев. Беда все же не пришла одна. Хоккей на Алтай рискует остаться без зрителей. Оказалось, современная Карандин-арена, где сейчас базируется клуб, не соответствует антитеррористической безопасности. Такой вердикт вынесли правоохранители Барнаула после проверки площадки. Целый перечень требований прописан в Пеказе МВД России с номером 1092. Там указано, что должно быть на стадионе, чтобы он был безопасен как для болельщиков, так и для персонала. Вот, к примеру, средства по обнаружению взрывчатых веществ. Его, как и других технических устройств и комплексов, в наличии нет. Скорее всего, клуб будет вынужден остановить продажу билетов, устранять нарушения. По словам директора Алтая Дмитрия Чкалина, команда будет совместно с управляющими Карандин-арены. Правда, на это потребуется время. До сих пор неясно, смогут ли присутствовать болельщики на ближайших домашних матчах 1 и 2 ноября. Так как у нас дворец открылся вот этот недавно, частично перечень уже имеется. Это остаться без дополнительного игрока. Равносильно играть в меньшинстве. Мы же играем для болельщика. Напомним, ранее хоккейный Алтай после закрытия родной площадки Дворца зрелища спорта остался в буквальном смысле на улице. Именно тогда сине-белые потеряли большую часть поклонников. Малая вместимость Карандин-арены и транспортная удаленность отпугнули многих поклонников этой игры. Сегодня в Барноле выбрали лучшего специалиста по цветочным композициям. В Краевой столице прошел первый городской конкурс «Флорист-2018». В профессионализме состязались работники пяти цветочных салонов города. Участникам нужно было представить композиции на тему «Цветочный витамин» и за отведенное время оформить букеты из предложенных материалов. В итоге победителем признана сотрудник магазина с опытом работы «Флориста» в 11 лет. Разные были испытания, презентация была, были сюрпризные задания, теоретическая часть. И жюри так посчитало, что, наверное, я справилась. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар». С алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В отдельных территориях возможен снег. Плюс 3 градуса днем прогнозируют Валейские и Белокурихи. Около 0 ожидается в Кулунде и до минус 1 в Заринске и Славгороде. В Барнауле ночью минус 5, днем до плюс 1. Ветер западный, умеренный, без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.